Итак, здравствуйте, дорогие зрители, доброго времени суток. Вы смотрите снова экран входа в СКФА, а это значит, что мы сегодня будем опять проходить очередную миссию. Но на этот раз это не просто очередная миссия, а это будет операция Overlord за Кибран. И это на самом-то деле последняя миссия и окончание полного прохождения за все стороны компании «За Кибран» мною. На самом-то деле были и скучные моменты, была прошлая миссия, которая затянулась на два с половиной часа. Были моменты, когда я не мог пройти, но я старался, я вырезал те моменты, в которых я проигрывал. Я даже пытался запилить ролики, не ролики, а вступительные ролики для каждого из видео. Но я решил, что так не надо делать. Итак, мы, пожалуй, послушаем брифинг, а потом уже будем продолжать монолог. Командующий, буду краток. Серафим торопится завершить строительство арки, а мы должны этому помешать. Теперь, когда Киев уничтожен, а в Ордене царит анархия, пора нанести удар. Задание простое. Вам предстоит отправиться на землю и уничтожить арку. Флетчер Риза отправится перед вами и займутся зачисткой территории в зоне вашей высадки. После высадки вы должны будете создать войска и атаковать. Тем не менее, уничтожение арки не устраняет угрозы Серафим полностью. Разрыв должен быть закрыт. После уничтожения арки я отправлюсь на землю и пройду в разрыв. Когда я окажусь внутри, я закрою его навсегда. Вам незачем это делать, принцесса Берр? Техники работают над решением. Им просто нужно еще немного времени. У нас нет никакой возможности узнать, что происходит на той стороне разрыва, где находится Серафим. Что, если они тоже строят арку? Мы не можем этого допустить. У нас нет времени. Посмотрите, что случилось, когда вы перестали скрываться. Как вы думаете, что произойдет, если вы умрете? Все будет намного хуже. Самую большую угрозу для нас представляют Серафим. Каэль без них ничто. Уничтожить ее легко. Но Серафим представляет опасность до тех пор, пока существует разрыв. Он должен быть закрыт. Командующий, вы получили приказы. Вы отправляетесь немедленно. Да, вот, мы прослушали брифинг, но я его не слушал. Да, и зачем это в третий раз? Да. И сложность у нас продвинутый. Все вроде бы как надо. Гербио, Зеон, Кибран. Начнем. Я получил приказ предоставлять вам подкрепление, командующий. Не рассчитывайте на то, что это сделает нас друзьями. Мне известно, как вы, чипоголовые, действуете. Дежавю. Подкрепление прибыли. Конец связи. Командующий, мы с григадным генералом Флэйчером планируем совместно атаку на главную базу Серафим. Вот, и он, и нормальное подкрепление прислали. Не то, что этот Флетчер. Вообще, Флетчер позорит ОФЗ. То есть, они же как бы юниты. Ну, юниты, так как переводится как союз. Ля, нам АКБП Сен-Круа не дали. Пока что. А, я так понял, эти войска становятся нашими после того, как доложит этот чувак. Ну, представитель фракции. Но, почему они сразу недоступны? Я их что, буду прямо сейчас орудовать ими? Ну, неважно. Ладно. В эту игру я не знаю, чем мы будем играть или кем. Но, сразу же начнем строить завод. И ресурсные апгрейды, конечно. Зеленые огни по борту, командующий. Захватите центр ресурсов недалеко от места вашей высадки и готовьте атаку. Вот этот центр ресурсов нам нужно захватить. Начинаем атаку. Слава принцессе. Но мы не готовы его захватывать на самом деле. и уничтожьте Серафим, командующий. Он к юго-западу от вас. Конец связи. Да, и мы сразу же качаем все это. Я предпочитаю сразу апгрейдить, чтобы эти юниты быстрее купились. теперь у тебя есть доступ к моему мегалиту. Используй его суммом. Вот да. Да, и мы построим этот мегалит. я не знаю, на нас по идее скоро пойдут войска, но я как-то нифига не боюсь. Может, если мы умрем, я умру в этой миссии. ну, проиграю или как это называется. Тут тогда научусь нормально играть. итак, вот у него тут. Да, вот эти чуваки. Сразу же строим ПВО, что ли. Не знаю, какого уровня его строить. Ну, нам его нужно строить определенно. Также вот так СНКРУА, пусть... Нет, не модуль жертвования. Не надо нам модуль жертвования. Ой, опять модуль жертвования данных. Да, вот... Мы заказываем этот инженерный комплекс. Почему я все время модуль жертвования хочу заказать? Видимо, так хочу пожертвовать своим командорам. Ну, не командорам, а помощникам командора. Ну, в общем, именно миссия Азакебрана это единственное место, где можно поиграть всеми тремя расами одновременно. Да, вот сейчас будем реклеймить. Также, по идее, нужно будет... Ну, это мало все дает нам погоды. Бомбачи. В общем, покрываем все здесь щитами. Ой, взвешными пока что щитами, но в принципе нам на суше нужно строить определенно... Не знаю, авиационные фабрики я буду строить. Дело в том, что я собираюсь играть через воздух у Кибран. При этом я постараюсь использовать эксперименталу в этой миссии вообще. То есть буду рашить. еще одна из особенностей этой игры сюпримкоммандера то, что здесь нет необходимости... Ну, Кибрана нетрадиционно во флоте сильный, поэтому было бы нелогично что-то другое делать. Да, командера нужно убрать. все захватываем короче этот ресурсный центр и не паримся. А вот вы сюда заходите, короче, чуваки. Давайте заходите. Вот так вот. Нам нужно абсолютно зверское количество ресурсов. в этой миссии будет. Да, и мы строим парочку верфейки бранских. Может, даже на старых обломках. И строим, пожалуй, преобразователь где-то тонн. фабрикатор материи, так сказать. Конечно же, после того, как закончится строительство, но впрочем, да. Тут нужно следить, чтобы нашего колосса не загуб поле. Продолжение следует... 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 Еще кучу какой-то хрени, которая нам не понадобится никогда Нужно куда-то ресурсы девать Ведь мы отлично все знаем, что Ресурсы всегда нужно куда-то девать А здесь сразу же заказываем шахтеров Кучу У них есть ПВО, у них есть помехи В принципе, у Кепран неплохой воздух Вот, в частности, бомбардировщик мне не очень нравится А вот штурмовик Огневая поддержка И что же он будет поддерживать? Интересно Да, вот колосс получил опыт Теперь у него все параметры увеличились Или улучшились, как хотите И в принципе, да Все у нас нормально Эксперименталу мы вроде бы не собирались строить Поэтому построим побольше псарин Вот здесь, вот здесь, вот здесь А также построим кучу Пушек третьего уровня, где они тут Во втором уровне еще пушки третьего уровня Я просто мега умный Где тут у нас радар, если он вообще имеется Второго уровня радар, он в принципе все видит, что нам нужно Сейчас купол сдохнет, по идее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!